Приветствую вас! Давайте попробуем рассмотреть ваши проблемы. Давайте попробуем разобраться с тем, какие у вас есть блоки на пути к тому, чего вы хотите. Ну, во-первых, хочется сказать так, на всякий случай, что тема, точнее, ссылка, которую вам предоставила эксперт Лидия, недоступна потому, что, скорее всего, она, видимо, только для тех, у кого есть аккаунт-эксперта. И так, чтобы эту ссылочку открыть, вам нужно будет перевести свой профиль в форму эксперта. Ну, то есть сделать его эксперт. Это бесплатно, вам, в принципе, совершенно необязательно там указывать какие-то свои профессиональные данные, то есть у нас некоторые пользователи так делают. Если хотите, то можете это сделать, тогда ссылочка будет доступна, и вы сможете ее посмотреть. Там фотографии пар, которые, видимо, стали вместе, образовались в союз благодаря эксперту Лидии. И, если честно, сомневаться в том, что она этого добилась, нет оснований. Это я по поводу вашего дополнения, где вы пишете, что страница недоступна. Теперь дальше, по поводу того, что вы пишете. Значит, свою цель вы обозначили в своем вопросе. То есть, как бы, задача именно выйти замуж у вас, как я понял, не стоит. Это хорошо. Хорошо, что вы не рассчитываете сразу именно выйти замуж. Хорошо, что вы понимаете, отдаете себе отсчет, что для замужества нужно сперва построить отношения. И, значит, это препятствие, то есть, подсознательное стремление перескочить некоторые этапы развития отношений с мужчиной у вас нет. Этот блок мы с вами убираем сразу. Ну, по крайней мере, из вашего текста не вытекает, что вы, ну, что вы именно замуж хотите. Дальше. Следующий блок, который может стоять у вас на пути к восприятию мужчин, это то, что, значит, у вас был брак. Вы, правда, не пишите, сколько времени вы были в браке, но определенно, что, значит, в 30 лет вы развелись после развода, еще долгое время у вас были связи с бывшим мужем, то есть, ну, вы пишите разборки, вот. Далее, пишите, вы долго отходили. Очевидно, что развод дал вам тяжело и, скорее всего, была нанесена вам психотравма. Психотравма, судя по всему, не была проработана должным образом, потому что вы пишите, что у вас было дальше на пару лет новое необычное увлечение. Я так понимаю, это был мужчина, и, собственно, совершенно очевидно, что новое увлечение было призвано компенсировать то, что вы потеряли в браке. То есть, в браке вы чувствовали себя несвободной, в браке вы чувствовали себя, ну, привязанной, ответственной, может быть, нагруженной чересчур. И, в общем-то, в любом случае, в новом увлечении вы нашли, правда, временно нашли то, чего вам в браке не хватало. И когда потребность в том, чего вам не хватало, была удовлетворена, вы достались. И теперь у вас есть осознание, что горы идут очень стремительно, а вы одна. Ну, во-первых, давайте скажем здесь так. Поскольку до тех пор пока не было доказано обратного, вы отношения со своим мужем не проработали, психотравмирующие факторы не убрали, не пережили, может быть, не извлекли опыта, до сих пор у вас могут быть какие-то обиды, страхи, эмоции, переживания неверных, установки, взгляды и прочее. Это первое. Далее, суть по всему, негативный опыт у вас был закреплен увлечением. Это тоже негативный опыт, наверное, какие-то надежды, потому что то, что вы пишете необычное, но бесперспективное увлечение, это очень напоминает защитную реакцию. То есть это сейчас. Вы понимаете, что у вас не было будущего, но тогда вы, наверное, чего-то хотели. И я уверен, что вы надеялись на то, что у вас что-то получится. И, значит, еще получается один негативный опыт у вас появился. Ну и совершенно очевидно, что вам было больно, совершенно очевидно, что вам было тяжело. И вот теперь, когда вы говорите, где мне встретить мужчину, как мне его найти, это ведь вас говорит не реальное отсутствие мужчин. Я вот здесь не согласен, например, с высказыванием коллеги о том, что есть определенный возраст, когда все мужчины заняты, например. По моему мнению, вне зависимости от возраста, проблемы бывают у всех, и отношения также могут закончиться у всех, и поэтому возраст здесь совершенно ни при чем. Вообще, то, что вы говорите про свой возраст, про годы, это вообще-то требует отдельного рассмотрения. То есть, вот, например, ребенок у вас есть. Знаешь, значит, проблема, ну, родительских отношений, проблема рождения ребенка для вас не существует. Вы пишите, что вы выглядите гораздо моложе своих лет, что вы стройные. Суть по всему, вы пишите, что ходите в тренажерный зал, потому что вы за собой следите и поддерживаете фигуру. Это говорит о том, что годы, если они и идут действительно, то они, вот, непонятно, какую создают для вас мотивацию спешить найти мужчину. То есть, чего вы боитесь? Боитесь, что вы потеряете свою привлекательность, свою, как бы, ну, красоту, что вы боитесь? И вы думаете, что вы, вот, в дом, ну, вот, все-таки вы пишите, что вам 35 лет. Вряд ли вы будете встречаться с мужчиной, там, ну, до 25 точно, скорее всего, до 30. Уверен, что вы считаете, что мужчина должен быть, ну, как минимум, наверное, ваш родительник, а тот старше. И вы думаете, что в этой возрастной категории внешний вид имеет такое уж прямо совсем решающее значение? Ну, если честно, я здесь мог бы с вами подискутировать. Тем не менее, если вы считаете, что это так, что, вот, вы торопитесь, вы боитесь, что на вас никто не обращает внимания. Это создаёт излишнюю значимость мужчине. То есть, вы чувствуете, что мужчина вам нужен, вы чувствуете, что вам нужно быстрее найти мужчину, и из-за этого вы совершаете неверные, неестественные поступки. Из-за этого вы совершаете нелогичные, немножечко надуманные, или через сур серьезные поведенческие проявления, которые и сходят на нет ваши усилия найти мужчину. И тогда, если говорить про этот аспект, вам нужно сразу загрузить значение мужчину. И, во-первых, понять, что, да, годы идут, но годы идут не только у вас, но и у мужчины. То есть, если вы будете за собой следить и действовать так, как вы действуете сейчас, то вы и 40 будете привлекательны и стройны, а то и 45, и вполне возможно, что и дальше. То есть, время – это не то, что нужно учитывать и на что обращать внимание при поиске мужчин. Потому что личные отношения – это то, что вам не гарантировано, и, соответственно, спешить здесь, ну, значит, обречь себя направо. И спешка, она поможет вам только в том случае, если вы рассчитываете на отношения, не основанные на числах. То есть, это по расчету, выгоде и так далее. Если нет, то лучше вам не спешить. И вот, на мой взгляд, первое, что вам нужно раскрыть – это, что, значит, годы идут. Вот, вы не уверены в себе, вы чего-то боитесь. Из дела до чего страх мешает вам быть собой, быть естественным. Дальше, возвращаясь к теме мужчин, возвращаясь к теме ваших неудачных отношений, я бы хотел сказать так, что, ну, во-первых, надеюсь, мы поняли, что вам неудачный опыт, негативный опыт. Нужно проработать, пережить, извлечь опыт, извлечь положительные выводы, корректировать свое поведение, понять, что вы делали не так, что в вашем женском поведении было не так. Определить для себя направление своего женского поведения, определить для себя, что вы можете дать мужчине, как женщине, и дальше определить, какой мужчина вам нужен рядом. И в зависимости от того, какой мужчина вам нужен рядом, в зависимости от того, что ценно для этого мужчины и что важно, дать ему почувствовать себя рядом с вами, мужчины. Ну, условно говоря, если вам нравится, или если вы хотите видеть рядом с собой сильного мужчину, лидера, то вам нужно быть, собственно, слабым. Если вы не даетесь ему, возможности, решать за вас, то простите, как мужчина может ощутить себя, собственно говоря, мужчиной. Ну, и если, соответственно, вам нужен такой, кто подчинялся бы вам, то, соответственно, такого мужчины нужно окружить определенностью, такого мужчину нужно подчинить и, в общем-то, взять в руки его судьбу. Ну, а если вы за равноправие, то там уже более тонкий момент, то есть, что хочет мужчина, как ему комфортно, но при этом, как бы, стремясь к его комфорту, вам нужно понимать, что нельзя вредить себе. То есть, вот момент женского поведения, да, что вы, как вы себя проявляете, как женщина, момент того, что вы можете мужчине дать, как женщина, и что мужчина вам, по вашему мнению, должен и может дать. А также, ваша готовность различать и принимать разницу между тем, чего вы хотите от мужчины и тем, что он реально вам может дать. То есть, вот эта вот погрешность, разницу вам тоже желательно учитывать. Дальше, значит, теперь, что касается того, где встретиться. Знаете, ну, на первый взгляд, вы говорите, что и на сайте знакомств вы находитесь. Там, правда, люди специфические и, в основном, те, у кого отношения в реальной жизни не получились. Соответственно, ожидать, что действительно серьезный человек к тому будет, ну, вы, наверное, сами понимаете, не приходят. Далее, вот то, что вы не познакомились серьезно в тренажерном зале, уже интересно. Знаете, тренажерный зал, это, в принципе, то, что у людей объединяет, ну, как и любая деятельность. И возникает вопрос, что для вас серьезное знакомство. Возникает вопрос, а дали ли вы мужчине шанс. Возникает вопрос, а, собственно говоря, не атакнули ли вы его из-за негативного бросилого опыта и из-за защитного механизма, призванного оградить вас от возможной боли, от переживания. Это тоже нужно вам, пожалуй, раскрыть, дополнить. Далее, вы пишите про ребенка, что ребенок, ну, когда узнает про ребенка, значит, то сразу уходит. То есть, ну, объективно, понятно, что мужчины не серьезные, потому что любой серьезный мужчина понимает, что если женщина с ребенком, то она, как минимум, умеет заботиться, умеет любить и хранить домашний шаг. То есть, серьезному мужчине это наличие ребенка более чем импонирует. Ну, а если мужчина про ребенка узнает и сразу уходит, сразу исчезает, ну, знаете, ребенок это такой детектор искренности и намерений мужчины, я бы сказал так. Далее, вы пишите, на работе не получилось, во два года, вернее, получалось, но не то, с чего я хотел быть. Тоже момент. Вот, это момент, о котором я говорил выше, немножко разного. То есть, момент, связанный с тем, вот, как бы, идентифицируете ли вы свою повисую в отношениях, повисую мужчину, готовы ли вы принимать его таким, какой он есть. Правильно ли вы соотносите то, что вы не принимаете в мужчине, то есть его индивидуальность, его особенности и вред вам. Потому что, вот, ощущение становится, что, может быть, вы просто перебираете. То есть, неосознанно, здесь я соглашусь с экспертом, который сказал, что вполне вероятно вас устраивает текущее положение. Потому что, с одной стороны, мужчина вам вроде бы и нужен, но с другой стороны, вроде бы и не так сильно. И каких-то конкретных, серьезных действий вы-то принимать не готовы. Понимаете, за отношения нужно бороться. Отношения нужно строить. В отношениях нужно идти навстречу, принимать человека. И я бы, ну, проанализировал бы, блин, то, что у вас получилось на работе. Смотрел бы, почему, например, это не то, чего бы вы хотели. А чего бы вы хотели. Вот вы говорите, я не познакомилась серьезно, да? А как это для вас, что значит для вас познакомиться серьезно? Какой смысл вы вкладываете в серьезное знакомство? Не идеализируете ли вы своего мужчину, возможного, с которым вы хотите вступить в отношения? Не считаете ли вы, например, ну, не присутствует ли в вашем сознании образ чересчур отдаленный от реального? Поскольку вы принимаете недостатки мужчины и так далее. То есть тут момент вот такого плана. Ладно, надеюсь, что вы это для себя тоже пометите и постараетесь в этом направлении подумать. Дальше. Значит, ну, вы пишете, что я немного где бываю, а если вы хочу, то своим сыном. Вот тоже интересный момент. То есть вы немного где бываете, но при этом праздноваете, где вы можете его встретить. Мужчину в смысле. При том, что вы выходите только с сыном. Вот это, наверное, самое то, что бросается в глаза, говоря о мотивации. То есть вы говорите, где я могу встретить человека, но при этом сами говорите, я немного не бываю, если вы хотите только с сыном. Понятно, что с ребенком у вас мобильность меньше, подзвободы тоже меньше. И, в общем-то, перечень того, что вы можете делать, меньше тоже. Загаду вопрос. Сколько лет вашему сыну? Почему вы выходите только с ним? Почему вы не оставляете его одного? Не привязаны ли вы сильно к нему? Может ли он побыть один сам, а вам побыть для него, тем самым, осуществить себя женщиной? Ведь когда я говорил, что мужчине нужно дать осуществить себя с вами, мужчиной, само собой разумеется, что вы в этот момент чувствуете себя женщиной так же. А со своим ребенком вы себя таковой ощутить не можете никак. Поэтому если вы решаете мужчину найти, мужчину встретить, то вам необходимо, первое, расширять сферу своей деятельности. То есть организовать для себя какое-то хобби, например, там, курсы какие-нибудь, да, может быть, какие-то занятия, какая-то деятельность и так далее. Без сына. Где вы были бы без сына? Посмотреть, то есть, на свои интересы. И, собственно говоря, посмотрите, что вам интересно. И не вот это вот, то, что вы пишете, нет желания где-то болтаться. А именно, отработиться расширением своего кругозора. Именно отработиться, ну, собственно, освоением новых знаний. И через это, бывают в других местах, которые вам могли быть интересны. Для этого нужно прислушаться к себе и посмотреть, подумать, что вам, вас могло бы заинтересовать. И в этих местах начать бывать. То есть нужно расширить географию, как бы, вашего нахождения, чтобы вы видели, ну, разных людей, новых людей. И с ними знакомиться. Но при этом, учитывая все то, что я сказал ранее, хочется добавить еще и так. Что у общения, у любого общения, с любыми людьми, есть, ну, некоторые такие рекомендации. Рекомендации. Что, чем больше у вас общего, чем больше у вас связывающего вас, тем лучше. И если вы с интересным мужчиной будете общаться на как можно большее количество тем, которые вас могут связывать. При этом, какие-то интересные мужчины, вы можете сделать своими, ну, хотя бы в смежной форме. То вероятность того, что вы будете вместе, существенно увеличивается. Ну, и тогда, отвечая на вопрос, что вам делать. Я бы сказал так. Значит, ну, во-первых, во-первых, что делать, решать вам, исходя из перечисленного мной. Вот вы говорите, что критерии отбора, это у вас складывается такая ситуация, что и выбирать не из кого. Простите, это что, какие-то тематические сообщества, хотя бы в интернете. Не сайте знакомства, а именно тематические сообщества, форумы, если у вас нет реально куда пойти и чем заняться, если город небольшой. Они, они же есть. Вы подумайте, что вам интересно может быть. Вы подумайте, что вас может привлекать вообще для себя. Что могло бы стать вашим хобби. А дальше, дальше, цепь вам само собой образуется. Не нужно выбирать мужчин именно предметно. Нужно заниматься просто деятельностью, расширять ее, расширять, как бы, свои интересы, познавать новое. И, учитывая все, что я сказал до этого, у вас и появится шанс застройки машины. Но простите, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что делать зависит от того, что вы сами хотите. Понимаете? То есть, сначала снимаются все блоки, все негативные моменты, которые могут являться тормозом для развития отношений, для развития взаимодействия с мужчинами. А далее уже определяется направление вашей активности. И вот то, чего вы для себя хотите, то вам и нужно будет выбрать. За вас выбрать мы, к сожалению, не можем. И сказать, что делать, однозначно, точно нельзя. Потому что что-то вы захотите делать, что-то вы не захотите делать. Какие-то блоки у вас есть, какие-то, каких-то блоков у вас нет. И если вы, например, будете что-то делать, а блоки будут, то ни к чему хорошему это не приведет. Вы еще больше разоширеваетесь, например. Поэтому действовать здесь стоит очень осторожно, деликатно. И для начала подготовить себя, а потом уже определять направление внешней активности. На этом все. Надеюсь, что помог вам здесь. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.